Очень прелестная история, то есть не прелестная, а преступление леваков и несчастье для людей. В Техасе, в Техасе, уж так тепло, уж так комфортно, в Техасе катастрофа, замерзли люди, потому что, естественно, не сработали все эти левацкие штучки, там эти солнечные батареи и прочее, ветра дуи, потому что, а вы знаете, я вас удивлю, это потрясающе, никто бы догадался, что если пасмурной погоды, солнца нет, солнечная батарея не работает. Если солнечная батарея занесет от холода снегом, она тоже не сработает. Если ветра дуи занесет снегом или не будет ветра, он тоже не даст энергии. Но леваки потратили на это огромные деньги, налогоплательщиков и прочих несчастных людей, обманутых леваками, и убили, убили, люди погибли из-за этого. Понимаете, все хорошо, инновации хорошо, прогресс, все хорошо. Но как, в каком регионе, какие, так сказать, контролирующие защитные вещи, стимулирующие и прочее, прочее, как комбинировать невозвратные, возобновляемые источники энергии, это все надо по уму, а леваки не могут по уму, леваки могут только пилить чужой бюджет. И плюс, конечно, тема вот этого выдуманного глобального потепления. И это, я считаю, конечно, просто абсолютный позор и маразм, действительно, потому что это левацкая, совершенно левацкая выдумка. И, вы знаете, все равно потрясающе об этом говорил Капицы, ну, и оба брата, да, и Сергей Петрович, и Андрей Петрович. Андрей Петрович, брат известного Капицы, который просветитель, популяризатор науки, он вообще геоморфолог. И его, и кандидатская, и докторская, вообще вся деятельность, она направлена на вот изучение, понимаете, изучение бурения, ледника, и он пробурил там на километре. Короче, выяснил этот вот Андрей Капицы еще много десятилетий назад научно выяснилось, что это саморегулирующаяся система, вот какая была погода за последние сотни тысяч лет, что раз в 100 тысяч лет там идет похолодание, потом 10 тысяч лет сильное потепление, либо наоборот, неважно. Короче, это вот естественный процесс, на который люди, какой бы гадость ни делали природы, сколько бы ни гадили, не влияют вот таким как бы глобальным образом. Это доказано, это абсолютно научно, это математически, с этим нельзя спорить абсолютно. Посмотрите исследование кандидатский, докторский Андрея Капицы. И там вот это исследование погоды за огромное количество, за тысячи, тысячи, тысячи лет, вот там все это доказано безоговорочно. То есть это глобальное потепление, потрясающее глобальное потепление. Значит, минус 25 в Москве в последние дни, минус 25 в Москве перед мартом. Техас замерз, трубы взорвались от холода, от льда. Люди погибли в Техасе. В Афинах выпал снег, потрясающее глобальное потепление. И эта безумная дебилка, шизофреничка, реально, это медицинский диагноз, ее надо держать в смирительной рубашке, и пиарится эта дебилка с уродливым лицом, глаза в кучу, это Грэн Тунбек. Поэтому, конечно, это позор, и Леваков надо к этому, к ноге уже как-то, и к порядку призвать. Продолжение следует...